В могучное имя Иисуса! Вон! Вон! Меня зовут Мишель, я из Нью-Йорка. Я здесь, чтобы воздаст славу Иисусу Христу за то, что Он превратил мою жизнь из неудачи в успех. Во имя могучего Иисуса! Моя жизнь была полна греха, разочарования, неудач за неудачами. Я поступала в колледж и приняла ислам. Я обратилась в буддизм. Я практиковала Кабалу. Я погрузилась в Нью-Эйдж. Я искала силу Божию во многих местах и религиях. Но я не смогла найти настоящей трансформации в своей жизни. Мне нужно было что-то, что могло бы изменить мою жизнь, но я не могла нигде этого найти. Нет! Что ты с ней сделал? Говори! Ее жизнь! Ее жизнь — это что? Это мое. Я действительно несколько раз планировала попытку самоубийства. В голове царила путаница. Какие вещи вы уже уничтожили? Ее призвание. Ее призвание. Что еще? Ее карьера. Я получила действительно хорошую работу. Я этого придерживалась. Большие преимущества, отличные карьерные пути, траектории. И мне через два года или менее года. Меня вызывали в офис, несмотря на то, что я хорошо справлялся со своей работой. И процесс был примерно таким. Вы делали отличную работу, но делайте много ошибок. Мы должны вас уволить. И однажды я получила другую, очень уважаемую работу, и цикл повторялся снова. Это был второй раз, когда меня отпустят. Демон сказал, что моя карьера разрушена, и это правда. До этого момента меня увольняли четыре раза. Мы все знаем, что с таким послужным списком сложно доказать будущим работодателям, что вы достойны найма. Было совершенно очевидно, что такого рода закономерности не были нормальными. Я была изолирована. Я переедала. Я выпивала. Я подала множество разных грехов. Становила все хуже и хуже. Что еще? Академика. Кроме того, в учебе я много училась и готовилась к поступлению в конкретную школу. Мой первый семестр я сдал нормально. Второй семестр я сдал очень плохо. К третьему семестру как раз тот момент, когда меня уволили с работы. Четвертый раз я получила письмо и звонок из школ, в котором мне сказали, что если я не улучшусь, что меня, по сути дела, уволят. Ее семья! Моя семья тоже была разрушена в плане личности, жизни. Я не замужем. Я замужем не имею детей, но также и мои ближайшие родственники, моя мама, моя сестра. Всегда был дискомфорт, борьба. Очень некомфортно. Теперь тебе пора идти. Могучно меня, Иисуса, вон! Вон! Выходи из нее! Я страдала от синдрома раздраженного кишечника и непереносимости глютена, боли, сдутия с живота. И сразу же, как только я начала свопать церковь из гостиницы, у меня начали раздуваться живот, и начались большие проблемы с желудком. В день молитвы я была так угрюма, но я знала, основываясь на свидетельствах других людей, я знала, что это должно было произойти. Я также слышала, что если вы находитесь в присутствии или близких к освобождению, вам прикасается мужчина или женщина Бога, присутствие внутри будет некомфортным. Мне было очень неудобно. Для меня это был знак того, что мне нужно что-то выпустить. Когда мы подошли к молитвенную очередь, мне было очень не по себе. Я даже хотела уйти, обратиться к одному из швейцаров, и он сказал мне по-гречески «Не бойся, не бойся». И так я успокоился, но я все еще боялась. Но это не имело значения, потому что я была в присутствии Господа. Это была благодать Божья. Но я знаю, но я наткнулась на видео старшего пророка Тиби Джошуа, и мне открылся пророк Гарри. «Выходи! Во имя Иисуса! Во имя могучего Иисуса! Я объявляю вас свободными во имя Иисуса Христа! Во имя Иисуса! Непосредственным результатом избавления стало то, что до этого момента я не могла есть круассаны, потому что у меня была непереносимость глютена. Не знаю, пыталась ли я в то утро съесть круассан, но помню, как спросила одного из официантов. Я действительно взяла с собой круассан. Я взяла круассан и сказала, «После освобождения, я знаю, что когда я съем его, я не смогу испытывать боли. Я не буду испытывать боли. Я села круассан и боли не было. Тогда я смогла показать лучшие результаты, которые я когда-либо делала в учебе. После молитвы. Это был лучший семестр, который я смогла закончить, чем последующие семестры. Вовремя. И не только это с точки зрения карьеры. На следующий день я все еще в шоке. Это лучшая работа, которая когда-либо имела в своей жизни. Только Бог мог сделать это. Я международный инвестор. Я инвестирую, я слежу за тем, чтобы деревья росли по всему миру. Люди Божьи, если вы хотите такого прорыва, сложите руки для Иисуса. Прославьте его. Я сейчас смеюсь, потому что это правда. Это доставляет мне столько радости. Я окружена. Раньше я испытывала большую изоляцию. Я окружена друзьями, семьей, у меня есть сообщество, система поддержки. И сейчас я действительно служу и пытаюсь служить Господу Иисусу Христу всей своей жизнью. Конечно, следую за Ним каждый день. Так что моя жизнь совсем другая, очень совсем другая. Раньше моя мама не хотела проводить со мной время один на один. Я спросила ее 10 мая, когда мы празднуем День Матери в Мексике, потому что я из Мексики. Я спросила ее, хочет ли она пообедать или поужинать со мной. Верно, потому что она так и не приняла мое приглашение. Она всегда принимала приглашение моей сестры, но никогда мое. Я просто подумала, нет, она, наверное, не согласится. Я спросила, и она согласилась. Мы впервые ужинали и обедали, а теперь она даже просит, чтобы она хотела сидеть со мной в разные места. Я просто в восторге, что происходит. Я такого еще никогда не была. Я совсем другой человек, во славу Иисуса Христа. Спасибо, Иисус. Сосредоточиться на Иисусе. Он единственный, абсолютно единственный, кто может решить любую вашу проблему в любой момент вашей жизни. Он единственный путь. Он всегда будет путем, и Он есть путь сегодня, завтра, вовеки. Сосредоточьтесь на Нем. Я проживу все свои дни ради Него. Это единственный путь в моей жизни. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова